В этом видео вы узнаете о приводе соосных винтов от двигателя НК-12, применявшимся на самолётах Ту-95, Ту-114 и Ту-142. Сижу, листаю интернет-страницы в поисках схемы редуктора, но здесь одни фотографии самолётов, двигателей, таблицы с характеристиками. Нашёл только одну схему в плохом качестве. Ну что ж, делать нечего, придётся рассказывать о редукторе на основе этой схемы. Итак, чтобы разобраться в работе такого редуктора, воспользуемся более чётким изображением его схемы. Привод от двигателя НК-12 имеет двухпоточную передачу мощности от Солнца к сателлиту. Поэтому на схемном уровне эту передачу можно упростить, исключив одну пару зубчатых колёс. Теперь получился не такой уж сложный механизм. Его можно найти и в книге об автоматических коробках передач 2003 года, и в более старых книгах о планетарных трансмиссиях. Так что механизм хорошо известен. Теперь посмотрим на отличия ранее рассмотренного механизма и реально применённого на самолётах Туполева. Здесь использован простейший дифференциальный механизм. В первом случае сателлит одновенцовый, во втором – двухвенцовый. Вот и все отличия. В остальном расчёт проводится по одинаковым формулам. Механизмы уравновешены при одинаковых условиях, но только передаточные отношения имеют разные значения. Передаточные отношения в первом случае находятся вот по этой формуле. Во втором – по этой. Z – это число зубьев зубчатых колёс. Сравним, что даёт двухвенцовый сателлит, если числа зубьев Солнца будут одинаковы, а также одинаковы будут числа зубьев одновенцового сателлита и первого венца двухвенцового сателлита. При расчётах справедливы некоторые соотношения, из которых можно вывести зависимость передаточного отношения второго редуктора от передаточного отношения первого редуктора. При этом в качестве фактора выступает также отношение числа зубьев второго венца двухвенцового сателлита к числу зубьев Солнца. Окончательно имеем следующее уравнение. Его можно исследовать, подставляя разные значения передаточного отношения и параметра Х. Таблицу результатов расчёта можете видеть на экране. Она свидетельствует о том, что чем меньше число зубьев второго венца двухвенцового сателлита, тем большее значение по модулю имеет передаточное отношение от Солнца к короне при остановленном водиле. Теперь найдём отношение моментов на короне и водиле при разных комбинациях факторов. Как видно, отношение стремится к единице при увеличении передаточного отношения. Фиолетовый цвет соответствует значениям одновенцового сателлита. Зелёный и синий цвет соответствуют двухвенцовому сателлиту, когда первый венец имеет больше зубьев, чем второй, как у редуктора двигателя НК-12. Красный цвет соответствует обратному случаю. Синий цвет показывает значения, при которых соотношение между моментами короны и водила выше 0,9 и близко к единице. Теперь становится понятно, что такая конструкция позволяет максимально уравнять скорости вращения разных винтов. Но при этом одинаковые скорости не достигаются, хотя бы на малых частотах вращения, о чём свидетельствует множество видео на YouTube. И казалось бы, на этом можно и заканчивать, но вдруг у меня появились подходящие картинки из интернета. Сейчас на экране показан весь редуктор в разрезе. Можно подробно изучить конструкцию. Есть даже фотография самого редуктора. Как было сказано, судя по схеме, достаточно одного венца на Солнце. Причины такой установки могут быть разные. По расчётам получается, что силы в зацеплении сателлита с короной выше, чем Солнце с сателлитом. Поэтому логичной выглядит попытка создать одинаковую нагрузку на оба подшипника в опорах сателлитов. Может быть, у вас есть другие предположения по этому поводу? Пишите в комментариях. Если оставить два венца, то нагружаться больше будет тот подшипник, которому ближе зацепление короны со вторым венцом сателлита. Поэтому эту нагрузку разместили в средней части, чтобы одинаково ей нагрузить опоры. А теперь самое главное. Удалось в этом же интернете раздобыть схему со значением чисел зубьев зубчатых колёс дифференциального механизма привода соосных винтов от двигателя НК-12. В соответствии с этими числами зубьев передаточное отношение равно 5,167, а соотношение моментов равно 0,838. То есть в данной конструкции при одинаковом сопротивлении винтов их скорости не равны. На странице Википедии, посвященной самолёту Ту-95, в разделе «Конструкция» написано, что винты вращаются в разные стороны с одной скоростью, а мощность между винтами распределяется в соотношении 54,4% к 45,6%, что как раз соответствует отношению 0,838. Там же написано, что винты имеют переменный шаг, который изменяется за счёт гидромеханизма и регулятора частоты вращения винта. Как видно на фото, каждая лопасть имеет поворотный элемент. То есть после запуска двигателя система в ручном или автоматическом режиме позволяет регулировать поворот лопасти для выравнивания частот вращения за счёт изменения сопротивлений винтов в ранее определённом соотношении. Вопросы пишите в комментариях. Подписаться, стать спонсором, нажать кнопку «Спасибо». Поставить палец вверх можно прямо под видео.